приветствую вас во второй части по вязанию шапочки и вот что у нас должно получиться при вязании первой части довольно таки необычный получается вид у этой шапочки но на самом деле просто из-за кос она визуально уменьшилась в объеме поэтому не переживайте все у вас получается правильно то есть вот вы немножечко при растяните шапочку на голове вот так она будет сидеть то есть все хорошо у меня получилось шапочка высоту 18 сантиметров от так скажем визуально лба до верхушки начала убавления вот он мой маркер то есть я повернула передом и сейчас мы начнем убавление смотрите я сделала перекрест четвертом ряду как я вам говорила уже затем в одиннадцатом 18 и сделала еще один два три перекрещивания то есть всего у меня получается 6 перекрещивания и сейчас вот начало ряда нашего вот маркер и начало ряда мы начнем делать убавления у меня это первый ряд после перекрещивания петелек поэтому вы уже ориентируйтесь по своему и так сначала у меня идут две лицевые я их так провяжу 2 лицевые затем изнаночную так и провяжу изнаночную следующую изнаночной изнаночной затем мне идут шесть лицевых я их как и провязываю 6 лицевых затем идут две изнаночные я 2 изнаночные, провяжу вместе 1 изнаночной. Теперь снова идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А за 6 лицевыми идут 2 изнаночные, я вместе провяжу снова 1 изнаночной. Перехожу к следующей спице, провязываю 2 лицевые, по рисунку 2 лицевые, 2 изнаночные, провязываю 2 изнаночные, затем 6 лицевых, так и провязываю 6 лицевых. И затем идут у нас 2 изнаночные, я их провязываю 1 вместе изнаночной. То есть в этом ряду после 6 лицевых мы 2 изнаночные провязываем вместе 1 изнаночной. И так до конца ряда. Итак, провязали первый ряд после перекрещивания. И у нас раппорт узора теперь 11 петель, благодаря тому, что мы уменьшили на одну петлю изнаночную в конце раппорта нашего. Теперь у нас по рисунку идет 2 лицевые, так их и провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные провязываем, 2 изнаночные, 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть этот ряд мы с вами провяжем все полностью по рисунку и по узору. У нас это получается второй ряд после перекрещивания. Если у вас немножечко пошли какие-то изменения, то все равно считайте количество рядов для перекрещивания нашего жгутика. То есть если у вас это уже третий ряд, ничего страшного, просто отсчитывайте, чтобы вовремя повернуть наш жгутик. Тем самым мы этот ряд провязываем просто по рисунку без изменения. Теперь приступаем к третьему ряду убавления. У нас идут 2 лицевые, так и провяжем их 2 лицевые. Затем перед 6 лицевыми у нас 2 изнаночные. Мы их провяжем 1 изнаночной. Теперь у нас 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть мы еще на одну петелечку убавляем наш раппорт. Снова идут 2 лицевые, мы их провяжем 2 лицевые. 2 изнаночные провяжем 1 изнаночной. Снова 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть мы сначала убавили за 6 лицевыми изнаночную одну, а теперь перед 6 лицевыми нам нужно убавить изнаночную одну. И так и продолжаем провязывать 2 лицевые. За ними идут 2 изнаночные, убавляем на 1 изнаночную. Вместе провязываем 1 петелечкой. Снова 6 лицевых, 1 изнаночная. И 2 лицевых, убавляем петелечку. И так до конца ряда. Довязали до конца ряда. И теперь снова 4 ряд мы провяжем без изменения. 2 лицевые, 1 изнаночная, 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть вяжем просто по рисунку, без каких-либо изменений и убавлений. 2 лицевые, изнаночная, 6 лицевых и изнаночная. Так до конца ряда. Теперь провязываем 5 ряд убавлений. У нас идут сначала 2 лицевые. Мы провяжем 1 лицевой вместе. Теперь идет изнаночная, провязываем изнаночную. 6 лицевых, так и провяжем без изменения 6 лицевых. Теперь у нас идет изнаночная, мы ее провязываем снова изнаночной. 2 лицевые вместе лицевой. То есть в этом ряду мы вяжем изменения, лишь только из 2 лицевых провязываем вместе 1 лицевой. Все остальное мы вяжем без изменения. Там, где у нас 6 лицевых, провязываем 6 лицевых. Там, где изнаночные, провязываем изнаночные. А лишь только 2 вместе провязываем наши 2 лицевые 1 лицевой. И так провяжем убавление в лицевых, вот этих вот 2 лицевых. А так вяжем все без изменения. В шестом ряду убавлений провязываем там, где у нас лицевая убавленная, 2 лицевые, провязываем лицевую. Там, где изнаночная, провязываем изнаночные. А теперь у нас 6 лицевых. Мы из них сначала убавим 2 первые, затем 2 средние провяжем и 2 последние также убавим. Для этого, смотрите, мы снимаем за переднюю стенку первую из лицевых, вторую провязываем лицевой и первую одеваем на вторую. То есть делаем такую вот протяжку. Теперь 2 средние провязываем, 2 лицевые по очереди. А из последних провязываем первую, затем на нее одеваем вторую, не провязывая. Вот, мы с поворотом как бы направо сделали, а первую с поворотом налево. Итак, идет изнаночная, провязываем ее изнаночной. Лицевая убавленная, провязываем лицевой. Снова изнаночная, провязываем изнаночной. А теперь, как и в первом случае, первую из лицевых снимаем за переднюю стенку непровязанной, вторую провязываем лицевой и первую одеваем на вторую вот так вот протяжкой. 2 лицевых, затем пятую лицевую мы провязываем, одеваем снова на левую спицу и последнюю шестую петлю одеваем на пятую, как бы делаем протяжку. Снова изнаночную мы провязываем изнаночной, лицевую лицевой и изнаночную изнаночной, то есть вот эти петельки без изменений. И снова первую снимаем лицевую за переднюю стеночку, вторую провязываем, первую одеваем на вторую протяжкой, третью, четвертую провязываем лицевой, пятую провязываем лицевой, возвращаем на левую спицу и делаем протяжку, переодеваем на правую спицу. и так мы будем провязывать до конца ряда таким образом мы убавим еще по две петельки в каждом раппорте с одной стороны и с другой стороны из шести петелечек жгутика а изнаночную лицевую изнаночную мы провяжем без изменения то есть как они у нас есть так мы и провяжем следующем ряду убавления мы провяжем так лицевую лицевой изнаночной изнаночной затем у нас идет первая лицевая и 2 3 лицевая мы провяжем как бы среднюю между предыдущими убавлениями 2 провяжем 1 лицевой у нас сейчас вместо 6 лицевых получается 3 всего лишь лицевых то есть те лицевые жгутика затем идет изнаночная лицевая изнаночная так как и провязываем по рисунку снова первую лицевую убавлены в предыдущем ряду провяжем лицевой третью четвертую провяжем вместе то есть получается в этом ряду она уже вторая третья и последнюю убавленную провяжем лицевой затем закончим изнаночную то есть как бы получается с предыдущего ряда у нас два убавления между ними две лицевые вот на эти две лицевые между убавлениями в предыдущем ряду провяжем вместе тем самым мы делаем снова убавление на одну петлю теперь идет лицевая изнаночная из наших четырех петелек первую лицевую провяжем вторую третью вместе лицевой и последнюю лицевой из шести лицевых теперь снова изнаночная лицевая изнаночная первую провязываем без изменения затем средние две провяжем вместе лицевой и последняя лицевой заканчиваем раппорт изнаночной И так до конца будем провязывать лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе 1 лицевой и лицевая. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе 1 лицевой провязываем. И в конце лицевая раппорт заканчиваем изнаночной. И последнюю спицу я с вами провязываю, лицевая и изнаночная, затем лицевая, 2 вместе лицевой и лицевая. Довязали этот ряд убавлений. Для тех, кто хочет сделать еще перекрещивание, сделайте. Но в принципе мне высота более чем достаточно. То есть я сейчас начну стягивать оставшиеся петельки. У меня на каждой спице по 12 петелек осталось. То есть 24 и 24, 48 петелек. Если хотите, сделайте еще убавления ряд. Любые. Ну, например, провяжите вот эти 3 средние вместе. Или сделайте перекрещивание. Но я считаю, что мне более чем достаточно этих петелек для стягивания. Я убавлений больше делать не собираюсь. Поэтому я беру ниточку, ножнички и обрезаю такой вот кончик себе сантиметров 15-20, чтобы вдеть в него его иголочку. То есть берете иголочку с ушком побольше и вдеваете ниточку. Сейчас я самым обычным способом, то есть с помощью иголочки, нанизаю все петельки на ниточку и стяну свое образовавшееся колечко. Вы хотите, можете протяжками на одну петельку стянуть. В общем, здесь в принципе значение никакого абсолютно не играет, каким способом вы стянете вот это отверстие, которое мы, скажем так, постепенно убавили. То есть я вот так вот возьму иголочку с ниточкой и начинаю просто переодевать на иголочку вот эти вот петельки со спиц. Сначала с первой спицы, затем со второй, с третьей и так далее. Все петельки переодеваю на ниточку, но не спешите сильно затягивать иголочку, а чтобы осталось небольшое вот здесь вот отверстие вот этой ниточки. То есть чтобы нам было хорошо его затянуть. То есть затягивайте не слишком туго сейчас для того, чтобы у нас осталась хотя бы небольшая петелька ниточки. И постепенно подкидываете спицы, в общем, убираете в сторону, чтобы они вам не мешали. И все петельки переодеваем на иголочку. У меня все петельки вот здесь вот на ниточке переодеты. И я придерживаю вот эту петельку, которую я вам говорила оставить. И начинаю стягивать полностью вот это отверстие, стягивать все петельки хорошо, чтобы у меня не получилось никакой здесь дырочки. Поэтому придерживая петельки и ниточки, стягиваем наше отверстие до максимально маленького размера. То есть вот смотрите, вот здесь вот не должно быть никаких дырочек. Постепенно-постепенно стягивайте, но придерживайте аккуратно ниточки, чтобы они у вас ни в коем случае не порвались, нигде не потерялись. То есть вот придерживаете. Хотите, можете крючок либо спицу вставить, то есть чтобы у вас не помешало ничего. Вот, то есть вот так вот вставляете крючок или спицу и затягиваете вот этот краешек, где у нас иголочка. Затягиваем наш, хорошо наш краешек и вот это отверстие по максимуму. Вот я стянула отверстие максимально и затягиваем нашу ниточку. И теперь еще раз для хорошего стягивания, то есть все равно здесь какое-то минимальное отверстие остается, я продеваю еще раз через некоторые петельки, то есть какие у меня, вот так вот иголочкой просто по кругу прохожу. И еще раз как бы через эти же самые петельки продеваю ниточку. И еще раз стяну. Вот я продела по кругу и свою петельку, которую я оставляла, еще раз протягиваю вот так вот ниточку. И прячу теперь кончик. Просто на внутреннюю часть завожу иголочку, выворачиваю шапку на изнаночную сторону. И здесь аккуратненько сейчас запрячу в любую из косичек или по кругу просто еще раз пущу, вот так вот. Тем самым я уже спрятала ниточку. Вот так вот я по кругу пустила. Обрезаю кончик, он нам больше не понадобится. Иголочку в сторону и теперь я буду убирать вот эти вот кончики, то есть вот эти ниточки, которые у меня остались при вывязывании ушек. Беру крючок и просто вот эту ниточку прячу вот так вот по краю, завожу по направлению косички, то есть по вязанию. Здесь у меня будет шнурочек, поэтому еще шнурочек мне немножечко затянет вот этот кончик, то есть чтобы он не выскакивал, у меня шнурочек затянет его. Итак, вот я спрятала краешек и в принципе он мне не нужен, я могу его уже отрезать. То есть вот так вот немножечко заправила и могу уже отрезать. Точно так же я заправлю второй кончик и вот эту вот ниточку точно так же здесь хорошо ее закреплю и пущу во внутреннюю косичку. Я спрятала кончики и вывернула на лицевую сторону свою шапочку. Как вы видите, кончиком не видно, ничего не торчит. И теперь я беру сделанные жгутики из ниточки. Ведео урок на эти жгутики я вам оставлю ссылочку. Беру, нахожу с лицевой стороны, вот здесь вот в ушке нашем, в уголочке, где-то на ряда два выше, вот так вот ввожу крючок по серединке максимально, постарайтесь, то есть вот ваше ушко в четыре петельки, вы постарайтесь вот найти где-то эту серединку, то есть вот оно, выше на два ряда. И беру шнурочек, вот я оставила специально петельку с одной стороны, то есть не обрезала с обеих сторон кончики, и ввожу эту петельку вот так вот в треугольничек, и продеваю, делаю такую петельку, продеваю сквозь нее жгутик весь, и затягиваю. Как вы видите, очень аккуратно все получилось, прикрепили таким вот образом жгутик. С другой стороны точно так же беру с лицевой стороны ушко, ввожу по серединке, и здесь в петельку. Беру, продеваю крючком, и еще раз крючком продеваю в петельку полностью весь жгутик, и хорошо-хорошо затягиваю его. Все получилось довольно-таки аккуратненько. И теперь беру свой кружочек, который я вам показывала в начале картонный, и буду делать бубончик. То есть вот сюда нам нужно верхушечку прикрепить бубончик. И все, теперь я сделала бубончик, не осталось его вот так вот прикрепить на макушку, поэтому я беру с одной стороны, вывожу кончик, вот так вот закрепленный с бубончика, сюда, и с другой стороны точно так же ввожу этот кончик с бубончика, вот так вот, и с внутренней стороны простым-простым узелком закрепляю его. Сейчас я вам все это покажу. Сейчас я кончики сюда вот крючком выведу. Теперь выворачиваю на изнаночную сторону. Вот они мои кончики с одной стороны, и с другой стороны, как я вам говорила. Теперь беру плотненько-плотненько, хорошо завязываю, просто, видите, узелочек завязываю. И теперь вдеваю ниточку в иголочку, или же просто крючком выдеваю вот здесь вот наши косички. Можно сделать это как иголочкой с ниточкой, вдетой, так и крючком. Я вот сейчас вам покажу, наверное, крючком буду вдевать вот так вот. Разворачиваете в любую удобную вам сторону, и вот так вот начинаете продевать. Вот так вот у меня косичка. То есть лицевая петелька с внутренней стороны, изнаночная снаружи, и я в нее вот так вот продеваю, прячу кончики. А лишнее буду обрезать. То есть один кончик я прячу с одной стороны, второй кончик с противоположной стороны, и все, лишнее обрежу. Вот. В общем, вот так вот прячете, выворачиваете на лицевую сторону. У вас здесь красивый получается бубончик. Вот он он. Делайте бубончик любой диаметр, который вам понравится. И вот в итоге у нас получается вот такая шапочка. При растянутой она на голове будет вот такой вот бубончик небольшой. Я сделала небольшой бубончик, так как это для мальчика шапочка. Для девочки можно сделать бубончик и побольше, при этом поменяв цвет ниточки на какой-то более для девочки. Кремовый, розовый, оранжевый, коралловый, персиковый и так далее. В общем, здесь завязочки с ушками. И у нас получается вот такая замечательная шапочка. Вам осталось ее лишь примерить на ребеночка. И все. Ваша работа не прошла зря. Я думаю, что у вас все получилось. Понравилось обязательно комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, кто еще не подписан на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока. Пока-пока.